Друзья, приветствую вас на моем подкасте. Сегодня с нами Ксения Мишина. Всем привет. Я держусь этим человеком и хочу вас сегодня с ним познакомить. Мы успешно завершили нашу трансформацию. И она, может быть, сегодня расскажет вам какие-то секреты, о которых вы еще не знаете внутри нашей работы. Может быть, но это не точно. Обязательно расскажу, поделюсь, потому что куча информации интересной. Которую бы действительно хотелось отпустить в мир. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Может быть, кто-то вас не знает. Украинская актриса, мама, женщина и ваша воспитанница, не знаю, как сказать. Расскажите, что вас привело к тому, что вы хотите изменить свой образ жизни? Первостепенно это был мой внешний вид. Как на тот момент мне казался он безобразнейшим. И я была одержима исключительно внешней корректировкой. Это очень интересное наблюдение, потому что все женщины, которые к нам обращаются, но не только женщины, но и мужчины, к сожалению, они все зациклены в основном на форме, в основном на том, чтобы изменить свое телосложение. Вот в момент, когда мы начали с вами работу, я задавал вам ключевые вопросы о том, зачем это нужно. На тот момент очень примитивно думала, и действительно у меня цель была вот такая вот, да, получить красивое тело, немножко обрести уверенность, потому что я пришла к вам в абсолютно нестабильном состоянии, если так сказать. На тот момент и война у нас началась, я вышла из очень сложных отношений, и по бизнесу были определенные проблемы. Под влиянием каких-то таких факторов, естественно, ты меняешься не только внутренне, но и внешне, я будто обросла какой-то бронёй. Знаете, обросла липидным слоем, да, липидный слой-жир, для того, чтобы каким-то образом защитить себя от обстоятельств нехороших, которые происходили в моей жизни. Скорее всего, были какие-то попытки, вы что-то делали с собой, пытались как-то всё это конструировать? Тот маленький опыт, который имелся, он, скажем так, не дарил то, чего я ожидала. У меня была уже по жизни такая ситуация, я во время беременности набрала 30 кг, я не впадала в какие-то жёсткие диеты и так далее, но я худела правильно, как обычно, да, какими-то стандартными моментами, исключить мучное и так далее и тому подобное. И я вошла в классный свой вес, и всё, оно потянулось, но сейчас я понимаю, что уже я не в том возрасте. Я пыталась не есть, я пыталась есть правильные продукты, которые казались мне на тот момент правильными. Я пыталась там калории самостоятельно сжигать, калораж повышать, постоянно гулять и так далее, но она не давала никаких результатов. Я понимала, что что-то уже происходит в организме такое, над чем нужно больше работать. Я ненавидела тренажёрные залы, спортзалы, таскать какие-то гири, что-то делать, тем более, имея опыт работы с какими-то просто тренерами когда-то в прошлой жизни, я понимала, что это, ну, короче, оно какое-то бесполезное. Вот. Но потом всё изменилось, друзья. Самое интересное, что каждый человек, который обращается к нам, он как в запутанной паутине. То есть люди, которые к нам обращаются, это те, кто уже не может ничего с собой сделать, и он там что-то делает, и у них не получается, есть какие-то трудности, сложности, и от этого пропадает вера в себя, когда человек что-то делает, и у него это не получается. Особенно эта женская история, когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты себе не нравишься, это просто хоронит твою самоуверенность, веру в себя и мотивацию вообще что-то делать. Вот мы все твердим о том, что должна быть изначально мотивация, чтобы ты взял, поднял жопу и пошёл. Но на самом деле она рождается, когда ты уже это сделал и увидел хоть какой-то маленький результат. И она растёт вот так вот с каждым днём, когда ты такой подходишь к зеркалу. Блин, а что-то изменилось. Я буду продолжать. То есть она укрепляется постоянно. Ты себя уже с положительной точки оцениваешь, потому что всё превращается в автоматизм. Когда это превращается в автоматизм, ты начинаешь хотя бы как-то это оценивать, что ты уже регулярно это делаешь. Это рождает тебе надежду, то, что ты уже какой-то там молодец. А надежда рождает веру по нейробиологии. И в конечном итоге вера рождает то, что мы называем там уверенность. Никто на самом деле не понимает, как работает наша программа, потому что для каждого человека она простраивается индивидуально. И нет какого-то шаблона, который я могу рассказать. Вы можете пересмотреть всё моё видео на Ютубе, и каждый раз вы что-то новое услышите, потому что каждый раз для каждого человека подбирается что-то персонализированное, потому что запрос у каждого человека разный. Как вы видели это всё со своей, скажем, стороны, с позиции своей? Как происходил процесс начальной адаптации, процесс вливания в программу по системе работы и так далее, и так далее? Я скажу так, процесс вливания у меня произошёл моментально, когда я открыла вашу страницу в Инстаграме и увидела результаты ваших подопечных. Мне очень хотелось посмотреть, разоблачить вас. Действительно вы такие крутые? Или это фотошоп? Потому что мне показалось, что такого не бывает. Просто таких результатов невера за такой короткий промежуток времени его просто не бывает. Обратите внимание, что когда человек не верит в себя, он не верит ни во что вокруг? Ни во что, абсолютно. То есть сейчас я могу сказать вам, что это возможно, потому что я это прошла, я получила веру, я наполнилась, я прожила это на собственном опыте. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что это возможно. Это сразу меня туда, к вам, просто вот так вот притянуло, я хочу такой результат. Когда вы мне сказали, мы убираем жизни все рестораны и так далее, все ненужные продукты и так далее, я там где-то попыталась повозмущаться, а что, сыр тоже мне нельзя? Да, то есть, а как же я буду без него жить? Ну, я же не могу, это же один из самых любимых продуктов в моей жизни. А потом это убралось, и я сказала себе нет, и оказалось, что это не самый любимый мой продукт. Какой ваш любимый продукт на сегодняшний день? На сегодняшний день я очень люблю, я очень люблю приёмы пищи. Сказать о том, что какой-то определённый продукт, я всё люблю. То есть, я начала любить и каши, и овсянки по утрам, для меня это просто perfect. Эти состояния во время еды, как я принимаю эту пищу, что я при этом чувствую, какие у меня происходят процессы внутри. То есть, это отдельная медитация, приём пищи для меня. И я понимаю, что я его жду, и я им наслаждаюсь, и банальный огурец я чувствую, и понимаю, какой это прекрасный продукт в природе, который может быть и вкусным, и при этом полезным, и при этом что-то там в организме, работать на пользу. Поделитесь секретом, почему другие люди не могут получать удовольствие с огурцов, не могут принимать крупу в некоторых случаях. Как вы думаете, почему у вас раньше этого не получалось, почему вы не могли получать удовольствие с простых продуктов? Потому что мы ели непростые продукты, потому что я ела непростые продукты, которые напичканы всякими усилителями, вредностями и так далее, которые, ну, они есть, зачем мне есть какой-то здоровый продукт, какой-то огурец, если я могу съесть, я не знаю, какую-нибудь шикарную, я не знаю, какой-то шикарный бургер, да? Зачем мне этот огурец? Ну, он не такой вкусный, как бургер. В какой момент вы заметили, что ваши вкусовые рецепторы начали выздоравливать? Ну, спустя какое-то, конечно, время... У вас они не быстро начали выздоравливать, помните? Они не быстро начали выздоравливать, но момент голода, который во мне присутствовал, да, с понижением моих порций, да, ну, по программе, он ускорил процесс. Ну, то есть я в один момент проснулась и сказала «Вау, какая вкусная каша! Почему я раньше не любила овсянку? Почему? Я её просто обожаю!» То есть я эту кашу съедала и понимала, что, боже, я ещё хочу, это очень вкусно, и, в принципе, мне не надо никаких сейчас сыров, чем-то эту кашу обязательно приправить, там, сыром, какими-то специями, какими-то соусами. Мне это не надо, я от этого получаю удовольствие. Класс, вкусно! Когда наша жизнь — это только еда, то есть пойдём с друзьями в ресторан, потому что больше некуда пойти, пойдём с друзьями, посидим пиво попьём, давай друзья приедут, там посидим вечером поужины, вина выпьем, и всё, весь культ строится на еде. То есть вся банальная система построена на еде, потому что это удобная зависимость для человека. То есть почему человек зависим от еды, разной еды? Потому что, в первую очередь, это быстро удовлетворяет вкусовые рецепторы. Но, безусловно, когда ты что-то убираешь, твои рецепторы, они обновляются, вылечиваются, и они довольствуются и удовлетворяются тем, что у тебя есть. Ваш процесс трансформации, процесс выздоровления, за счёт чего происходил? Вот по вашим наблюдениям. Какие факторы на это влияют? Дело только в еде? Если изначально я пришла исключительно за красивые фигуры, то потом я поняла, что суть не в этом. Суть в том, чтобы выздороветь не только телом, но и душой. Разобраться, что происходит в какие-то стрессовые определенные моменты с твоим организмом, почему он так себя ведёт, почему он по-другому, какие-то такие штуки. Мы постоянно с этим разбирались, и это очень интересно. И всё это начинается не только с красоты тела, которая, по сути, стала для меня не то чтобы... Последствием. Да, последствием, второстепенным фактом. Я почувствовала через время жажду этих знаний, жажду истинного понимания, что такое трансформация, что такое трансформация образа жизни. Это не трансформация твоих кубиков, не в кубиках дело, а совершенно в другом, в постоянном росте личностном, то есть в изменении качества жизни, в этой уникальности, в этой независимости и в этом качестве. Качество, то есть, понимаете, качество, я не знаю, как это сказать, вот чистота. Чистота твоей вибрации вообще и чистота твоего существования вот в этой жизни. Это прекрасно, конечно. Это, порой, бывает очень сложно, но это даёт тебе невероятные результаты. Ценность каждой трансформации заключается в том, что ни один человек не ожидает, что он получит. То есть каждый человек приходит с шаблонным запросом, и я могу с уверенностью сказать, что мы никогда не делаем то, что просит у нас человек. Мы всегда стараемся сделать на несколько процентов больше. Когда мы на себя берём ответственность за все технические процессы, только тогда человек может осознать, что там с ним происходит и так, и он может даже признать какие-то вещи, которые ему сложно было самому наблюдать за собой. Но этот контроль, для того, чтобы его полностью обрести, вы совершенно верно подвергнули, необходимы в первую очередь знания. Знания. Знания всегда будут держать тебя. Ну то есть, даже если тебе сильно захочется откатиться точнее твоему мозгу, который будет тебе постоянно всё-всё, давай-давай-давай, чуть-чуть, давай-чуть, давай-давай-давай-чуть, всё. То есть ты уже, у тебя уже настолько где-то внутри встроены совершенно другие инструменты, настолько ты повёрнут на 180 градусов, что ты просто не сможешь. У вас сейчас нет страха, что вы это потеряете, потому что у вас есть вера в себя, и вы знаете, что нужно дальше делать. Вы понимаете, что даже если что-то пойдёт не так, в любом непонятной ситуации, вы знаете, что нужно с этим сделать. Пока вот в этой точке, в которой мы сегодня находимся, я могу сказать, что на данный момент, сегодня никакие факторы не смогут отнять у меня то, что я приобрела. Расскажите, у вас есть практики медитации. Как через медитацию людям можно воспитать свою личность? Есть ли какой-то тайный ход, через который можно хотя бы немножечко познать, понаблюдать за своей личностью, потому что прежде, чем воспитать, мы же знаем, что сначала нужно изучить? Серёж, я знаю, что вы очень технический человек, и всё вам нужно подтвердить знаниями, но вы также знаете, что я более такой, во мне соединяется и духовность, и материальность. Поэтому я спрашиваю для того, чтобы представлять это в своей голове как-то. Я верю, что я через медитации получаю такой колоссальный опыт, потому что медитация это уже своего рода аскеза, и она меня подготовила вот к такой аскезе. То есть это как цепочка. Что-то следующее ждёт другое меня, да? Но это в любом случае будет точно так же воспитательными моментами своей личности обусловлено. Это и медитация, и трансформация образа жизни, и что-то дальше. Медитировать тяжело, но результаты медитации, они потрясающие. Как их осознать? Вот многие люди медитируют, я уверен, что многие люди сейчас, те, которые нас смотрят, у них есть опыт практики медитации. Как им понять, работа это или нет? Потому что бывают же медитации, которые неэффективны, то есть бывает же что-то, какой-то процесс, который выполняется неэффективно, и он не даёт какого-то эффекта. Как человеку понять, что это работает? Слушайте, я просто чувствую внутренне. Я не даю этому оценку. Я просто знаю, что я это делаю, потому что я чувствую внутренне, что мне это нужно. То есть если бы у меня не было медитации, я бы, вероятно, к вам вообще не попала или попала ещё более в плохом состоянии, да? То есть медитация, это тоже не волшебная таблетка, которая мгновенно тебя сделает вообще просто каким-то мега-человеком, сверхчеловеком. Нет, это точно такая же трансформация, которая. Вы дали мне трансформацию на всю жизнь. Это процесс. Это не завершение, это не ты начал кульминация и конец. Нет. Это на всю жизнь. Всё. То есть это процесс, который ты будешь тянуться, если ты этого захочешь, всю жизнь. Это точно так же, как и медитации. Это на самом деле очень прекрасное наблюдение, потому что то количество веры, которое вы сейчас имеете, оно по крупицам было собрано с разных источников. Опять же, трансформация вас привела к чему-то, трансформация усилила медитацию, медитация усилила трансформацию. Но самое главное, то, что вы понимаете, что вы не можете остановиться, потому что это эйфория, то, что вы получаете, то, что вы получите завтра, это будет удваиваться. То есть это как то, что вы вложили в свои силы, то, что вы сидели в медитациях, то, что вы делали все наши инструкции, то, что вы выполняли физическую активность, которую, конечно же, не хотелось выполнять. Это привело вас с таким ощущением, но вы должны понимать, как только вы соедините всё, что необходимо, все эти инструменты, которые имеются в вашем поле, доступности, вы получите в три раза больше. Но это происходит только при определенных обстоятельствах. Помимо медитации у вас был опыт, вы рассказали, что вы не любили тренировки. Мы всегда замечаем, когда человек любит или не любит тренировки, от этого всегда отталкиваемся, потому что если человек чего-то не любит, нужно как-то с этим работать. Потому что если человек не любит заниматься спортом, нужно придумать какие-то альтернативы, потому что физическая активность — это часть тоже какого-то духовного роста. То есть когда человек один на один находится с собой на дорожке или же в парке бежит, это тоже своего рода медитация, верно? Как вам удалось полюбить тренировки? Боролись ли вы с собой? И если это была борьба, то как она происходила? Слушайте, я прошла очень много разных этапов в принятии тренировок и плакала, и рыдала, и смеялась. Как бы я ни хотела, я всё равно делала, потому что у меня была чёткая цель — вас разоблачить. Помните, я вам сказал? Разоблачить. Разоблачительница, да. Опять же, это было удивительно, но это всегда приятно, потому что чем больше человек хочет разоблачить, тем больше он понимает и принимает всего. А через время я начала видеть результаты. И это капец, как мотивирует продолжать ходить и делать. Это просто самая главная награда была для меня на пути к принятию и, скажем так, возрождению любви к спорту и к залам, вот, потому что ты видишь результат. Он потихонечку, помаленечку вырисовывается, он тренирует закалку твою, он тренирует твою силу воли, терпение твоё. Но вот этот вот момент во мне, он родил интерес продолжать. А до чего я могу дойти? До чего? Ксюша бодибилдерша. Не, ну это, конечно, слишком, но мне интересно, что я могу сделать со своим телом, потому что оно начало меняться, потому что это действует. Через время я поняла, что уже прикольно, уже не так тяжело. А затем я ещё оценивала себя с позиции женской. Бывают дни, когда действительно невероятно там не хочется этого делать, у тебя что-то в организме происходит, потому что женщина и её циклы — это вообще целая там какая-то наука, я не знаю, вот. Но когда ты понимаешь, обладаешь знаниями, что сегодня, ну, окей, видимо, что-то происходит, то есть тебе становится легче. Всего легче договариваться. Ну, то есть, конечно, легче договариваться и понимать, опять же, это всё от знаний. Почему там тебе тяжело? А ну-ка, давай посмотрим, какой сегодня день, что происходит? Почему у тебя такое эмоциональное состояние? А что ему предшествовало? Ага, смотри-ка, тут что-то не то. Поэтому сейчас ты такая. И когда ты начинаешь это осознавать, вот это вот сопротивление, оно ослабевает. То есть ты как будто бы его распаковываешь, оно становится понятным, оно исчезает. То есть ты решаешь этот момент. И ты продолжаешь дальше спокойно там идти по намеченной цели. Как вы думаете, что формирует это сопротивление у человека? У многих людей есть отрицательные какие-то эмоции от физической активности, от спортзала, от любого вида спорта. Бывает такое, что человек говорит, да не люблю я заниматься спортом. Вот что формирует? Негативный опыт занятий спортом. Каким у вас был негативный опыт? У вас был какой-то негативный опыт занятий спортом? Как это у вас сформировалось? Это сложно, утомительно, неинтересно. Таскать эти веса, что-то с ним делать. Кто-то там над тобой тренер стоит, а тебе тяжело, да хватит уже. Внутри всё тело начинает сопротивляться. Я не хочу это делать. Я девочкой хочу лежать, отдыхать. Понимаете? Зачем мне таскать эти по 20 этих килограмм? Для чего? Я и так напрягалась там в других моментах, да. Постройка действительно там была и семьи, и карьеры, да. Вот. Но я сделала выводы, что можно оставаться карьеристкой, и можно продолжать строить семью и всё, что угодно, и при этом иметь место в зале. Как же это возможно, если у человека есть большое количество работы, куча проектов, занятость, бизнес? Как вы смогли освободить пирог своего времени? Потому что, когда ты начинаешь чувствовать жизнь и её управлять, а не она тобой, тогда ты сразу находишь время на всё. Хозяин своей жизни. Хозяин своей жизни. Я находилась, вы знаете, часто в каких-то отъездах. У меня все мои отели снимались обязательно с тренажёрными залами. Я жила в других странах. Я искала тренажёрные залы, которые работали круглосуточно. Круглосуточно. Потому что я знала, какая-никакая, я приду там со съёмок, но я на час пойду на эту дорожку, встану. Конечно, бывали дни, когда ты не можешь. Но ничего. Ну, то есть, мне было тяжело это принимать. Я вам говорила, всё, Серёж, всё потеряно. У меня, у меня всё, у меня там 10 съёмочных дней подряд. Они такие все от и до по 12 часов, куда всё потеряно. Я не справлюсь. Ты человек, и тебе присуща, особенно женщина, особенно с таким чувствительным внутренним миром и такой высокой эмоциональностью, как у меня, иногда впадаете в жертву, чтобы кто-то пожалел. В жертвенности можно выдохнуть. Фу, типа ты такой выдохнул, поплакал, посмел, потом такой, так, всё, пошёл дальше. Потому что без вот этого дальше ты уже не можешь. Потому что тогда твоя жизнь останавливается, ты не знаешь, как дальше двигаться. Ну, то есть, только вот таким образом. Расскажите, пожалуйста, все сейчас послушали по поводу спортзала, и я уверен, что они уже занимаются в спортзале многие люди, думают, блин, ну не получается его полюбить, там, как бы там ни занимался, с каким бы я классным тренером ни занимался, самого крутого, самого дорогого, уже там два тренера наоборот стоят, и я ничего не могу с этим сделать. Как у вас получается это делать самой? Его не надо любить, его нужно делать. Знаете, некоторые вещи просто нужно делать. Ты не придёшь в зал, не возьмёшь гири по 30 килограмм, вау, вот оно, этого я ждала. Нет, ты их опустишь, поплачешь, а потом через месяц посмотришь на свою спину, такая, ого, вот это да, на свои руки, вот оно ради чего. И тогда ты будешь делать. Просто нужно делать. Многие люди не могут заниматься без тренера. Это что я без тренера не могу, я слабая, я не плачу прям на технику, мне сложно. У нас работа происходит только самостоятельно, потому что в процессе обучения для каждого участника подбирается персонализированная программа и процесс обучения. Опять же, каждый человек снимает видео, всё, что он выполняет, у него есть определённые условия, инструкции, которые он должен выполнять. Всё очень поэтапно и логично описывается, потому что для каждого человека с разными переходят уровни. Есть люди, которые даже никогда не были в спортзале, и они постепенно начинают заниматься, и это нетравмоопасно. Уровень их возможностей мы оцениваем в первую неделю, давая самую минимальную нагрузку, с учётом всех проблем со здоровьем, со санкой, со спиной и со суставами, и непосредственно постараем всё индивидуально. Расскажите, но всё-таки есть какие-то нюансы, которые вы почерпнули в процессе обучения, как вам удавалось понимать, потому что всё-таки вы с чего-то начинали и к чему-то сегодня пришли. Как происходил этот процесс поставления вашей личности, скажем, как я могу сегодня сказать с уверенностью атлета, смотря на вашу форму, в спортзале? Расскажу честно, вы мне сразу сказали, что ты тренируешься самостоятельно. Я пришла в этот зал, вот так посмотрела, а что с этим железом делать? А куда? А что? Я не понимаю. Я взяла на одну неделю тренера и просто с ним изучила каждый тренажёр. Я попросила, чтобы он мне показал, как он действует и что нужно делать. И всё постепенно, постепенно. Да, у меня тоже были моменты стеснения в зале. Да, я тоже не знала, как вначале работать. Как вы с ним боролись? Я тоже. А я с ним не боролась. Я понимала, что, ну, это окей. Я иду навстречу своему страху. У меня есть такая штука, что... Я вам, кстати, с вами этим делилась. В определённый момент своей жизни я приняла решение, что я буду идти навстречу всем своим страхам. Мне страшно, нужно сделать, чтобы увидеть, что там нет этого страха. И я делала, и там не было этих страхов. И на самом деле, когда ты себя снимаешь, ставишь телефон первый раз, думаешь, «Так, пожалуйста, я сейчас очень быстренько сниму, чтобы я никто не видел». А потом ты просто начинаешь... Ты тут же, твой наблюдатель понимает, что происходит. Ты начинаешь себя в какую-то ловушку сама, искажение этого, загонять. То есть и такая типа «А ну-ка, расслабься и понаблюдай». И ты начинаешь тоже наблюдать, а никому вообще дела нет на самом деле, до твоей камеры. Даже если кому-то есть, и кто-то на тебя смотрит, «Тайхай смотрит, я делаю это для себя, не для тебя, не для тебя, не для кого, для себя. Мне нужно снять и отправить Сергею это видео, чтобы он сделал». И даже когда ко мне подходили некоторые, а ты неправильно делаешь, «О, спасибо, а как правильно?» Вот у меня так было. Я любитель наблюдать за людьми. Все вы знаете, да, что новый человек приходит в спортзал, начинает какую-то ерунду делать. Дело в том, что он даже побоится пойти, поинтересоваться. Даже если у него нет возможности оплатить тренеру до 10 сеансов, или один сеанс, он боится подойти спросить у кого-то с знакомых или просто чужих людей, как ему это правильно выполнять или как стать таким, как и ты. Расскажи мне самый простой путь или расскажи мне свои ошибки. То есть человек в тупую приходит и начинает выполнять в большинстве случаев какую-то ерунду. Это происходит достаточно часто. В конечном итоге зарабатывает негативнейший опыт, плюс еще из него все могут поглумиться, потому что все очень плохо. И в результате это приводит к тому, что он больше туда никогда не вернется. То есть он будет искать возможность липосакции или пересадить себе, сделать, увеличить мышцы, которые приведут к тому, что человек останется таким же пустым и неуверенным внутри, но при этом он обложит себя в красивую обложку. Ну слушайте, но это опять же, это момент желания. Потому что сейчас ты эту информацию можешь подчеркнуть, даже не подходя к какому-то человеку. Ты можешь пойти себе, скачать программу. Инстаграм этот, Ютуб. Вообще куча этих тренировок. Куча. Все заключается во внимании. Вот человек, который что-то хочет делать, его внимание настолько ограничено. Вспомните себя в первых консультациях, насколько вам сложно было понять меня в какие-то моменты, потому что ваше внимание было ограничено. Да, 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 абсолютно. То есть это тоже нужно учитывать. Потому что когда человек начинает даже вести здоровый образ жизни, он делает каких-то нескольких шагов, а остальных может не доделать только из-за того, что он не вовлек в свое внимание, что же будет дальше. То есть это как собирать конструктор. То есть ты можешь просто не разобраться полностью в инструкции из-за того, что твое внимание было отвлечено на то, что ты пьешь чай или ешь банан или телевизор еще на всю орет. И ты просто банально не разобрался в инструкции. То есть из-за недостатка внимания. И этот феномен достаточно интересный, потому что люди, которые к нам обращаются на трансформацию, первый этап — это всегда адаптация. То есть у каждого человека разный. И адаптация — это прочистка внимания. Есть шесть самых топ-жестких агентивных искажений, с которыми к нам обращаются, и которые мы обязаны просто исключить. Это происходит в первых от 7 до 14 дней для того, чтобы человек просто научился слушать. И только после этого, когда появляется эта лёгкость и так далее, когда ты начинаешь ощущать удовольствие от базовых нормальных полноценных процессов, от сна, от еды, от физической активности, адекватности какой-то, адекватности восприятия себя, тогда начинает приходить какое-то понимание, а вот что-то же есть ещё такое, чего я не замечаю. Но ни один человек не осознаёт, что можно получить. То есть вы можете сидеть, просто слушать, чтобы думать, что мы говорим про какой-то чудо-кристалл, который мы достали, а у вас его ещё нет. Но для того, чтобы вы его получили, вам в первую очередь надо с чего-то начать. То есть для начала вам нужно захотеть что-то делать. После того, как вы захотите, вы должны изучать и найти возможности. Прослушав данный подкаст и изучив историю данного человека, вы уже можете повторить какие-то шаги и уже что-то получите бесплатно, ничего не делая даже. Никаких особых вложений, инвестиций каких-то, кроме времени, потому что время — это самая бесконечно дорогая инвестиция, которая существует. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что я уверена, что каждый человек может изменить свою жизнь. Абсолютно каждый. Главное — решительность и желание. Вот. Всё, что было до и сформировало вам какой-то негативный опыт, было до, и его вообще нету, кроме воспоминаний. И кроме того, что оно просто отложилось чем-то ментальным в вашем голове, этой реальности больше нет. И вы можете абсолютно круто создать новую реальность. Ну, то есть оно настолько одновременно просто и одновременно сложно, но мы и привыкли, нам втолкали в голову, что это сложно, это невозможно. Поэтому куча людей существует вот в этих состояниях. О-о-о, всё плохо. А у меня, кстати, тоже такая история, как бы, она мне не чужда. Но когда ты начинаешь соображать и осознавать, что на любую ситуацию можно посмотреть с другой стороны, заглянуть и увидеть хорошую сторону, то есть всё меняется. Абсолютно. Абсолютно. Но я убеждена в том, что жизнь настолько, то есть всё можно абсолютно в себе поменять. И всё, на что вы опираетесь, этого нет. Это прошло. Есть вот этот момент, который может быть иным, если вы этого захотите. Вы сегодня столько рассказали секретов, что это просто страшно. Можно писать ню по вашей трансформации и по нашему подкасту. Я думаю, что мы будем постепенно закругляться, но я хочу задать вам один вопрос. Для меня он очень интересен, потому что от этого зависят многие вещи. Вот вы столько рассказываете о том, что у вас сейчас есть, то, что вы получили, у вас есть опыт. Что вы собираетесь дальше с этим всем делать? Я буду проживать свою лучшую жизнь. С новым опытом. Буду его интегрировать и проживать новую абсолютно классную жизнь. Отчёт пошёл. Серёжа, честно, до и после. Ну, то есть, изменилось абсолютно. Я очень благодарна. Но я думаю, что вы об этом знаете. Что я бесконечно благодарна. И мне раньше казалось... Такими примитивными словами вам скажу, что ты смотришь на какого-то успешного, классного человека, думаешь, блин, заслужил. Классная карма заслужил. Вот пришло в его жизнь. И так далее. А потом понимаешь, что... Да нет, всё зависит от тебя самой. И если ты будешь классно двигаться, и в твою жизнь всё придёт, и потом через время ты скажешь себе, блин, заслужил. Вы это действительно заслужили. Я просто хочу пожелать, чтобы ваше наличие на этой планете действительно сделало в полной мере ту миссию, которую вы себе задумали. Владыру, это обязательно произойдёт. Да. Обещаю вам. Конечно, куча всяких вопросов и так далее. Я могу тысячу вопросов задавать, и мне всё очень интересно. Но в масштабном плане мне просто очень хочется пожелать, чтобы вы оставили за собой такой яркий-яркий след и большую долгую перспективу дальше передали дальше нашим потомкам. Благодарю вас. Ребята, спасибо большое вам за просмотры. Ксюша, спасибо большое за прекрасный опыт. Это бесценно. Я думаю, что многие люди будут повторно просматривать. И я это интервью тоже буду несколько раз просматривать, потому что в этом интервью есть всё-таки жизнь. Да. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok